Ил-76 Сначала исследовательских работ до первого полета прошло меньше пяти лет. Обычно мы собирали машину здесь, потом разбирали ее, перевозили в Жуковске, там собирали обратно и проводили летные испытания. Летно-доводочная база располагалась над Жуковском. А самолет Ил-76, он просто по своим требованиям, которые к нему предъявлялись, должен был взлетать с коротких взлетно-посадочных полос. А на центральном аэродроме длина полосы была 1800 метров, как говорится, от одной стены до другой. Мы просчитали, что самолет Ил-76 может взлететь с центрального аэродрома. Вот он, исторический взлет, давший дорогу в небо сотням таких машин. Еще никогда с центрального аэродрома не взлетали самолеты такого размера и веса. Перед инженерами и конструкторами тогда ставились выдающиеся задачи. Тяжелый транспортник должен перевозить людей и любые грузы, взлетать с короткой дистанции, садиться на любые взлетно-посадочные полосы, в том числе грунтовые. И главное – надежность и простота. Грузовой люк должен работать, как трехлинейная винтовка Мосина, говорил тогда генеральный конструктор Генрих Новожилов. Это потом уже самолет покажет все возможности, сядет в антарктические льды, будет и спасателем от пожаров, и миротворцем. А пока разработчики закладывали в машину характеристики и возможности, революционные для своего времени. И поступив на службу в армию, самолет успешно и безотказно выполнял свои задачи. Ташкентскую страницу в жизни самолета сменила Ульяновская. Началась новая история легендарной машины, теперь уже с именем Ил-76МД-90А. Самолет перепроектирован и производится в цифровой среде. 2012 год. Снова первый полет, теперь уже глубоко модернизированного, с новыми двигателями и цифровой кабиной, перепроектированным крылом и усиленным шасси. В полки военно-транспортной авиации поступают новые машины. Авиастар взял обязательство наращивать темпы серийного производства. На базе транспортника создан перспективный топливозаправщик Ил-78М-90А, который вскоре тоже должен пойти в серию. Масштабные производственные планы должны обеспечить поточная линия автоматизированной сборки. Принципиально новое решение для производства таких гигантов. План — строить по одной машине в месяц. Ил-76 называют самолетом «ста профессий». Его уникальная особенность — многофункциональность. С начала эксплуатации не прекращается работа по расширению его возможностей. Грузовая кабина вмещает хоть военную технику, хоть огромные баки для воды. Впервые в невесомость космонавты тоже попадают на борту Ил-76. В самолет может вместить 126 десантников. Десантирование во время учений — зрелище, завораживающее. Ил-76 можно переоборудовать в летающую лабораторию. Именно на нем прошли испытания перспективные двигатели для новых пассажирских Ил-114-300 и МС-21. И все это было создано руками уникального коллектива «Ильюшина». С точки зрения аэродинамики, устойчивости и управляемости, самолет унаследовал все то лучшее, которое было у базового самолета. И это приведет и приводит к тому, что те строевые летчики, которые летают на самолете Ил-76, они спокойно могут переучиться на этот самолет, затратив минимум времени, затратив минимум ресурсов для переучивания. Поэтому самолет хорош. За свою трудовую биографию небесный грузовик вместе с летчиками военно-транспортной авиации обеспечивал боевые задачи. Самолет облетел весь земной шар, выполняя гуманитарные миссии. Его эксплуатируют в 24 странах мира. Огромный транспортник освоил ледяной континент, взлет и посадку в условиях вечной мерзлоты, подарив полярникам новые возможности. И до сих пор эта уникальная машина, созданная 50 лет назад под руководством Генриха Новожилова, ученика легендарного Сергея Ильюшина, поет славу в небе своим создателям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова